Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у меня на обзоре новинка от компании Elegance серия фидерных удилищ Akella Distance. Ну, за все годы, сколько я снимаю фильмы и вообще работаю в рыболовной сфере, наверное, это первые фидера, о которых мне задают так много вопросов и такое огромное количество людей просят снять обзор, потому что просто не знает, что делать, да, начался сезон, не знает, что покупать, правду-неправду пишет и все тому подобное о них. Больше всего запросов на хэвики, экстра-хэвики. Значит, у меня сегодня на обзоре 4 модели от Akella. Это 390-120, 390-150 и 180 и 420-180 грамм. Вот такие 4 модельки. Я их, в общем-то, объединил в одну группу максимально, в общем-то, дальнобойных фидеров. Начнем с бланка. Вот для примера у меня здесь лежит 390-150 тест. Производитель заявляет о материале HM2. Это уголечек достаточно качественный, порядка 30-36 тонн, просто аббревиатура другая. Внешне, как вы видите, бланк достаточно изящно сделан, солидно, можно сказать, с приятными вставками по нареканию, каким-то нареканиям в плане потеков, лака, что часто бывает там, или непрокрасов. То есть здесь такого нет. Здесь даже такие вот карбоновые вставки под карбон сделаны, что, ну, в общем, действительно симпатично выглядит. Кольца Сигайд. Качественные, как вы видите, нижние кольца достаточно крупные. Сразу скажу о технических характеристиках. Там длина рукояти, диаметр бланка, внутренний диаметр колец, потому что, как вы знаете, да, и многие у меня спрашивают, что почему разница, когда человек видит в описании диаметр 1 указан, а потом приходит домой и меряет, оказывается, другой меньше. Вот я говорю еще раз, я в своих видео об этом упоминал уже, что для рыбаков, естественно, важен внутренний диаметр колец. Я пишу на своем сайте именно внутренний диаметр, не внешний. Хотя на заводах при заказах указывается внешний диаметр кольца. Но вот смотрите, пожалуйста, на сайте Multifish. Ссылочка будет под видео в описании. Там будет и диаметр бланка, и длина рукояти, и диаметр колец и тому подобное. То есть все-все, что вам так, в общем-то, нужно. Значит, далее катушка-держатель Fuji с верхней гайкой. Вот я откручиваю. Достаточно плотно здесь все вставлено. И материал пластика, обратите внимание, мне вот очень нравится вот этот. То есть он такой на ощупь как будто обрезиненный. То есть к нему лапки катушки будут практически прилипать, не сползать. То есть это лишний раз фиксация. Но, опять же, скажу сразу, не перетягивайте вот этот верхний форогриб. Ну, потому что у всех руки разные. Можно прям от души перетянуть и просто сломать. Поэтому достаточно небольшой затяжечки легенькой. И у вас будет хоть пятитысячную катушку держать. Опять же, по поводу катуш. Какие встают? 4, 5, 6 тысяч совершенно спокойно. В эти держаки встают. Могут стать и больше. Я ставил Карпро 8000. Тоже сюда подходит прекрасно. Но дизайн, как вы видите, точность также здесь у нас под карбон. Далее рукоять. Часть рукояти это пробка декоративная. Дальше Эва. Эва достаточно качественная. То есть она мелко пористая. Она не впитывает влагу. И, соответственно, не будет у вас рассыхаться длительное время. На что обращу внимание? Мне очень понравилось. Я вот вам сразу говорю, что я не очень люблю вот такие хай-тековские вещи в плане рукояти, что сейчас все новомодно такое стало. Но вот эта рукоять мне просто идеально зашла. Просто 100%. То есть я когда делаешь запрос, я с этими фидерами накануне выезжал на Москварику, побросал на какие-то, половил какие-то, побросал просто веса, поперегружал, посмотрел, как они работают. Мне очень понравилось в броске. И что важно, я думаю, многие со мной согласятся, если у вас фидер лежит комфортно очень, вам удобно его держать, то вам он и ощущается как будто легче, да, и как будто вы сроднились фактически с ним. То есть вот этот бланк мне безумно просто понравился. Именно в плане тактильного контакта, в плане подходящей анатомичности рукояти. Ну, как я отвлекся чуть дальше, у нас Эва. Ну, соответственно, легко вытирать от слизи рыбе, от прикормки и так далее. Значит, сразу скажу, я перевесил еще все фидера, то есть абсолютно не доверяя каталожным значениям, как вы знаете, поэтому заходите, пожалуйста, по ссылке, все увидите. Дальше, кстати, обратите внимание, стоят трехлапые кольца вот на комлевом колене и нижние колечки, точно так же, как на остальных моделях, стоят трехлапые. Дальше идут уже более легкий вариант. Ну, в общем-то, трехлапых и не нужно, у нас нагрузки бешеные там нет. Еще на что обратите внимание, это усиление. Усиление колен. Смотрите, вот такие дополнительные обмотки. У нас есть для того, чтобы, в общем-то, где случаются частые расщипы, где идет нагрузка в месте соединения, здесь у нас вот такая дополнительная обмоточка, симпатичная, смотрится очень даже изящно. И что хочу сказать по вершинкам. Все вершинки карбон. Посадочный диаметр 2,9 мм. Длина у нас 51 см каждой вершинки. Крупные колечки. Важный момент, это противопозахлестный тюльпан. Кто ловит маятником, кто опасается за поломки вершинок, у кого были поломки вершинок вот в этой части ниже тюльпана, да, до второго кольца, соответственно, здесь можете не опасаться. Такой тюльпанчик, он сбросит леску или плетню просто прекрасно. Ну и, соответственно, диаметр всех колец на вершинах крупный. Совершенно спокойно можете применять хоть 0,15 плетню плюс шок 0,30 мм из монолески. Никаких проблем вы не испытаете и все у вас улетит. То есть колечки просто огромные. Соответственно, надписи на кольцах тоже все понятно, читаемо и очень приятно. Скажу о минусе. То есть какой минус здесь в этой серии? Это мелочь, но это такая неприятная мелочь. Это тубус. То есть фидера, в принципе, поставляются так, что две вершинки идут в тубусе, а одна вершинка уже на втором колене в чехле вставлена. Я так не люблю перевозить, потому что, ну, может сломаться вершинка. Все-таки она тонкая, чуть-чуть заденешь там где-то, да, и она обломилась. Я люблю все вершинки засовывать в тубусик. Но здесь настолько маленький по диаметру тубусик, что я просто это надо вот очень долго-долго стараться. Я не знаю, вот сейчас даже еще у меня вот, видите, вот все три, они у меня заходят. Достаточно, кстати, быстро, вот когда я другие фидера раскладывал, ну, мне там раза в три пришлось время дольше тратить на то, чтобы вот этим заниматься. Это ерундой, как говорится. Поэтому, скажем так, если покупаете и вот так возите вершинки, мой совет сразу выбрасывайте или какие-то другие цели используйте этот тубус, покупайте нормальный тубус диаметром там 2 сантиметра, 2 с половиной сантиметра, и будет все замечательно. По поводу запасных вершинок, точность также они есть, никаких проблем с ними не будет. По поводу запасных колен, точность также. Имейте в виду, пожалуйста, подпишитесь на три социальные сети магазина Мультифиш. Это Телеграм, Ютуб и Вконтакте. Вы будете иметь возможность получить бесплатно до двух сообщестей в год в период проведения такой акции, плюс бессрочная гарантия на купленные у нас удилища. Такую услугу, сервис, как хотите, не предоставляет никто. Поэтому пользуйтесь. Мы такие акции проводим уже третий год. Вся информация, вышесказанная, не является публичной офертой. Мы можем прекратить такие акции в любой момент. Это не наша обязанность. Тем не менее, как я сказал, проводим уже достаточно давно. Давайте сейчас разложим эти фидера и посмотрим строй. Итак, дорогие друзья, значит, у нас в руках Акела Дистанц Фидер 360, тест 120 грамм. Смотрите, показываю сначала бланк. Очень удобная рукоять. Просто потрясающе удобная рукоять. Ну, я бы сказал, наверное, самая удобная из всех фидеров, которую я держал. Бросковый фидер с хорошим усилением, с возможностью перегруза, прощающей ошибки. Скажу сразу, что вершиночки здесь у нас поставлены средние из комплекта. Ну, смотрите, как будет вязать. Отлично. Итак, следующая модель 390-150. Тоже в руках лежит очень приятно. Я бы даже не сказал, как хэвит. Вы знаете, вообще, вот кто возьмет этот фидер в руки, ну, любую палочку из этой серии, вы сразу вспомните мои слова, что изумительный хват. Просто очень легко, комфортно можно держать этот фидер в руках. Давайте нагрузим посильнее. Ну, смотрите, отличная работа. Итак, 390-180. Крупные кольца. Даже то, что это экстра хэвик у меня в руках, он абсолютно не тяжело лежит. Вот прям вспомните мои слова. Приятная палка очень во всех отношениях. И плюс еще ее, возможно, перегружать, как и все. Ну, аккуратно, естественно, со знанием. Смотрите, давайте я вот еще сильнее мы тащим. Смотрите, какой огромный запас у нее. При этом пуляет она просто за горизонт. Ну, как и вся серия. И 420-180. Она уже в руках чуть потяжелее лежит, но это уже для тех, кому нужно за горизонт пыльнуть. Давайте нагрузим. Да, запас чувствуется. 200 грамм у меня кормушка улетала только в путь. Хватало бы собственных сил, грубо говоря. И так вот регулярно темповать я ловил, видимо, в приличном темпе. Итак, друзья, посмотрели. Я думаю, вам понравились мощные, классные палочки. Методные, с хорошим запасом. То есть, тот, кто любит, как сказать, вложиться, хорошо бросить за горизонт. Да, дальше не опасаться вываживания крупной рыбы. Покупайте, не сомневайтесь, будете очень довольны. По поводу чехла. Недорогой чехольчик, синтетические, запахи не впитывает. Отделение под три колена, плюс под тубус с вершинками. Клапан на завязках. Внизу тоже у нас завязочки. Ну, в общем-то, достаточно качественно сшит. Я вот не вижу, что есть что-то торчало. И в других чехлах точно так же. Большая к вам просьба. Подпишитесь, нажмите вот такой пальчик вверх. Для меня это большая благодарность от вас. Кнопочку подписаться. Всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует...